МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня глава Чувашия Михаил Игнатьев встретился с генеральным консулом Китайской Народной Республики в городе Казань у Инциньем. Внешний торговый оборот между Китаем и Чувашией значительно увеличился в последние годы. В 2017 он составил более 125 миллионов долларов. А за два первых месяца этого года уже более 23 миллионов долларов. Между тем экспорт предприятия Чувашии составил почти 7 миллионов долларов. Торгово-экономический связь становится все плотнее и плотнее. Чувашии имеют географически выгодное расположение и также обладают продородной землей. И Чувашии отличаются своими высококачественными сельскохозяйственными продукциями. Китайские предприятия приедут в Чувашию для создания предприятий. Таким образом, обе страны смогут достичь совместного выигрыша. Нам также отрадно отметить, что сейчас город Касари уже успешно установил попаратимские связи с городом Антин провинции Ангвы. Налажен также и культурный обмен. Ежегодно наши студенты выезжают в вузы Китая, проходят стажировку, работают в летних детских лагерях. Участники встречи также обсудили проведение заседания совета по межрегиональному сотрудничеству в формате Волга-Янцзы. Ну и ваш визит в нашу республику, хотя он короткий визит, даст дополнительные стимулы для того, чтобы мы еще раз оценили, где какой наш потенциал, ваш потенциал, для того, чтобы дальше, соответственно, работать на взаимовыгодной основе. Участники встречи также обсудили проведение заседания совета по межрегиональному сотрудничеству в формате Волга-Янцзы, которое пройдет в Чебоксарах в этом году. Ситуация на предприятии «Чувашский бройлер» остается напряженной. Напомним, организация находится в стадии наблюдения при банкротстве. Сегодня работники птицефабрики объявили тихую забастовку. Около 5 миллионов рублей – таков долг по зарплате перед работниками «Чувашского бройлера». Многие из них не получают зарплату с сентября. Тяжелая ситуация на предприятии складывается с 2015 года. За это время руководство сменилось четырежды. Короткий период они руководили, но за короткий период, по нашему мнению, по мнению нас как собственника, сделали много дел, заключили много договоров, подписали много бумаг, по которым, мы полагаем, есть факты преднамеренного банкротства, в связи с чем, с которым мы и вышли в Следственный комитет с заявлением. По факту проверки было возбуждено дело. Собственник Александр Четверяков, бывший депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия». Ему принадлежит 51% акций предприятия, 49% – республики. Именно он назначал директоров «Чувашского бройлера», которые заключали невыгодные контракты. Помимо уголовных фактов у нас расследуется, рассматривается гражданский иск, как раз по факту заключения вот этих договоров с тенеторгом. Договора, они убыточные для Чувашского бройлера в результате заключения необоюдных соглашений в части достижения финансовых показателей, убыточные для бройлера, повторяюсь. Поэтому мы в суде взыскиваем 56 миллионов. Ситуация на предприятии находится на контроле органов власти республики. В ближайшее время однозначно будут повторные встречи проведены с работниками предприятия, но встречи ради встречи нам не нужны. Нам нужны результаты, чтобы люди начали получать зарплату. Мы встречаемся с инвесторами. Здесь немножко напрягает тот момент, что условия сделки стороны Четерякова постоянно меняются. Наша задача, чтобы новый инвестор выкупил все долги того же Четерякова и акции Чувашской республики. И в ближайшем будущем наша задача сформировать план производственной деятельности и согласно этого плана пройти некое, скажем так, финансовое выздоровление и предприятие должно заработать. Татьяна Леонтьева, Александр Петров, Республика. Самая близкая к народу власть. В эту субботу в стране отметят День местного самоуправления. Этот праздник 6 лет назад своим указом учредил Владимир Путин. Лучшим муниципальным служащим Чувашии награды вручили уже сегодня. Насколько весомый груз ответственности ложится сейчас на главпоселений? И как на развитии районов отражаются инициативы жителей? Подробности в следующем материале. Улучшение инвестиционного климата, доходы бюджета, благоустройство территорий. Работники местного самоуправления решают множество вопросов. И именно от них зависит будущее муниципалитетов. Мы пошагово идем, работаем во благо жителей Чувашской Республики. Качество жизни улучшается. Много цифр можно приводить. И социальное самочувствие улучшается. Это говорит о чем? Это говорит о том, что органы местного самоуправления конструктивно взаимодействуют с органами власти других уровней. И получается соответствующий результат. Для реализации приоритетных проектов у муниципальных властей появляется все больше ресурсов. По итогам прошлого года во многих районах была увеличена доля налоговых доходов. Но и запросы граждан повышаются. Лучшему главе сельского поселения Республики удалось вывести одну из формул успеха. Павел Семенов вместе с жителями создал собственный бренд «Сугайпродукт». Каждый житель, каждый двор может производить определенный вид товара. И мы под единым брендом это реализуем, это продаем. То есть людям проще и молоко реализовать, и сыр, и любые виды продукции. Для поддержки, чтобы население не уезжало куда-то. Лучшим старостой в этом году признали Дмитрия Судакова. По его инициативе в деревне Тоскаева построили храм, установили стелу и отремонтировали дорогу. Впереди немало новых планов. В 2017 году по инициативе бюджетирования мы вошли в программу по благоустройству территории клуба и памятника. Также мы на этом не хотим останавливаться. Хотим дальше же, жизнь в селе у нас расцветает, жизнь в деревне живет. Мы хотим, чтобы в нашей деревне молодежь оставалась. Наградили и лучшие Тосы районов и городов. В развитии муниципалитетов им также отводят высокую роль. Всего 58 в городе Тосов. Тосы сейчас активно участвуют во всех городских программах. Участвуют в программе благоустройства дворов, в программе комфортный город. Это общественники, это люди в основном уже пенсионного возраста, но они очень яркие по своей натуре. За эффективную работу сегодня наградили десятки муниципальных служащих. Глава региона отметил, что местные власти не должны отстраняться от проблем. Административный ресурс необходимо направлять в нужное русло на улучшение качества жизни. Дмитрий Ковалев и Александр Петров. Республика. Уже завтра открывается 4-й Ялтинский международный экономический форум. Из Чувашии туда отправится большая делегация. Это представители правительства и бизнес-кругов. Им есть что обсудить с коллегами из Крыма. Наши регионы сотрудничают по ряду направлений. Об одном из них Ольга Пырочкина. Раз, два, три. Оп. 2015 год. Крым периодически остается без света. Украинские власти устраивают полуостровую энергоблокаду после его вхождения в состав России. Это улица ракетная. Она в кромешной тьме. Чтобы обеспечить новым регионам энергетическую независимость, потребовалось построить новые линии подстанции, обновить оборудование. К этому процессу подключились предприятия электротехнического кластера Чувашия. Так, распределительная подстанция компании «Промэнерго» теперь снабжает электроэнергией центральную часть одного из крупнейших городов Крыма. К нам поступили предложения. Это предложение было нами изучено и было принято решение. Подписан договор о изготовлении подстанции «Набережная» в городе Симферополе. Это наши новейшие разработки. Это унифицированные и модернизированные подстанции. Сейчас электроснабжение налажено, но работа наших предприятий в Крыму продолжается. К примеру, «Промэнерго» поставляет на электротехнические объекты полуострова новейшие вакуумные переключатели. Ими заменяют устаревшие масляные. А в перспективе организовать производство прямо на месте. В настоящее время у нас, я бы сказал, углубляется и расширяется сотрудничество с Крымом. Мы сегодня работаем по открытию на территории города Севастополя предприятия, которое стало бы заниматься изготовлением под нашим, конечно, контролем такого электротехнического оборудования. Впереди форум, а значит, вероятно, и новые контракты. Ольга Пырычкина, Борис Андреев, Республика. Работа в Крыму есть не только для представителей электротехнического кластера. В преддверии пляжного сезона отели, санатории, лечебные центры, развлекательные комплексы, торговые центры Крымского полуострова готовы принять на работу всех желающих. О самых востребованных профессиях рассказывают в Центре занятости населения города Чебоксары Минтруда Чувашии на ярмарках вакансий. В конце февраля 2015 года между Советом министров Республики Крым и Кабинетом министров Чувашской Республики было подписано соглашение о взаимодействии и экономическом сотрудничестве. В рамках этого соглашения, в том числе, начиная с мая-июня 2015 года, мы традиционно проводим ярмарку вакансий с домами отдыха Республики Крым. В этот раз на ярмарке вакансий пансионат в море. На прямой связи его сотрудники в зале студента ЧГУ имени Ульянова. Давно и тесно сотрудничаем с Центром занятости населения и хотим предоставить нашим студентам возможность заработка и трудоустройства на лето не только у нас в регионе, в Чувашии, но и в Республике Крым. Объяснение идет точечно, не в общем объеме, а конкретно под каждую вакансию. Кроме этого, у студентов есть возможность напрямую задать вопрос работодателю. В сегодняшний день у нас открытый вакансий на ситуации должности. Мы принимаем на работу по срочному судовому договору по 15 октября. Начиная с мая здесь ждут горничных, официантов, поваров или барменов. Всего более десятка вакансий. В большинстве случаев специализированного образования не требуется. Кроме этого, работодатель предлагает своим сотрудникам бесплатное питание, проживание и неплохую заработную плату. Многим студентам условия показались вполне приемлемыми. Это отличная возможность защищенно, что самое важное – поехать работать в Крым, когда у тебя есть определенная поддержка со стороны твоей республики, когда ты можешь поехать реализовать себя, ты можешь поехать отдохнуть. И это касается не только работы в лагере, как обычно нам предлагают в университете, но в данный момент это связано с туристической сферой, что в принципе очень интересно для меня. Меня очень заинтересовали вакансии, которые нам предложили. То есть официантам хотя бы можно работать два на два, два дня работать, а два дня увидеть все красоты Крыма, которые нам не доводилось увидеть до этого. И заработную плату очень устраивает. К слову, подобные ярмарки вакансий в столичном центре занятости населения для студентов проводятся очень часто. Сотрудники центра помогают молодым людям не только найти работу на лето, но и грамотно оформить документы. Галина Титарчук, Игорь Зверев, Республика. Без дыма, без огня. Спасатели отметили вековой юбилей советской пожарной охраны. Об огнеборцах прошлого и настоящего в нашем материале. Телега с бочкой воды и ручной насос. Вот так в начале 20 века тушили пожары. А так с огнем борются уже в веке 21. Современное оборудование и средства пожаротушения помогают спасателям как можно быстрее справиться с огнем. Но главное в этом деле не техника, а прежде всего человек. Решимость, смелость и самоотверженность. Эти качества присущи настоящим пожарным. Евгений Краснов был удостоен медали за отвагу на пожаре. Он спасал людей при пожаре в общежитии рядом с гостиницей «Мир» в феврале этого года. Жильцы просили о помощи с этажей, так как не могли сами покинуть помещение. Подъезд так как был задымлен, верхние этажи отрезаны были от эвакуации. И вот в составе звенья в ГДС, используя дыхательные аппараты, проникли внутрь. Там как раз женщина с маленьким ребенком была. Два года. Их вынесли мы на себе. Без подкрепления в пожарном деле никак. В отряд спасателей вступили семь новоиспеченных бойцов. Мне с детства нравилась сама работа пожарная. И я по времени учебы в школе занимался пожарным спортом. И после этого я решил добиться всего остального. В праздничный день по традиции вспомнили тех, кто отдал свою жизнь за спасение других. Ветераны пожарной службы возложили цветы к памятнику огнеборцам. Чувашский кинематограф не часто радует нас стоящими картинами. Но по-настоящему качественные не остаются незамеченными. Краткометражный фильм «Юман», снятый нашей землячкой Еленой Рябсовой, уже получил высокую оценку не только зрителей, но и именитых режиссеров. В основе фильма лежит реальная история бабушки, которая очень скучала по своему сыну. Ее Елена встретила в одной из экспедиций по Чувашии. Трагическая судьба помогла режиссеру снять картину, трогающую до слез. Фильм задумывался как история о современном поколении, о молодежи, которая часто не хочет брать на себя ответственность. Вот, скажем так, то есть это глубинное такое. Про студента, который едет собирать фольклор и попадает к бабушке «Хведусь», она молчит, ему нужно выпытать из нее информацию. Вот такая завязка. Проект короткометражного фильма «Юман» в апреле прошлого года выиграл питчинг в рамках Всероссийского форума «Время кино в Казани». Тогда он получил финансовую и продюсерскую поддержку. В фильме задействованы известные чувашские актрисы Нина Яковлева и Вероника Айги. Часть съемочной группы Елена привезла из Москвы. Съемки проходили в Маргаушском районе в течение недели. Чтобы передать атмосферу и быт чувашского народа, автору в буквальном смысле пришлось оживить музейные экспонаты. Я там ношу национальный свадебный костюм, который весит очень много килограмм. Там серебряный головной убор, серебряная монета, он аутентичный, настоящий. Это было огромное удовольствие для меня, но для меня это чуть больше, помимо актерского любопытства и человеческого, для меня это еще связь с папой. Режиссер и сценарист фильма свою новую работу планируют отправлять на российские и зарубежные фестивали. Ранее два ее короткометражных фильма «Принять удар» и «Вера и сомнения» участвовали во многих показах и фестивалях как в России, так и за рубежом. Чувашский зритель сможет еще раз посмотреть фильм «Юман» в мае этого года. Татьяна Филатова, Мальвина Петрова, Борис Андреев, «Республика». Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я с вами прощаюсь. Далее вас ждет полезная информация. Оставайтесь с нами. В столице Чувашии состоялась презентация нового металлосервисного центра компании «Юнона-2», построенного по европейскому стандарту «Б-Плюс». На открытие центра прибыли представители Республиканской городской администрации, руководители, ведущие специалисты крупнейших металлургических предприятий России, партнеры, клиенты и друзья. Мы очень рады, что появился такой сервисный центр, я думаю, в котором и клиенты, и партнеры будут довольны. А значит, у компании «Юнона» появятся новые большие продажи, чего мы желаем, и новые доходы. «Юнона-2» создана в 1992 году и на сегодняшний день является универсальным поставщиком металлопродукции в Чувашскую республику, максимально удовлетворяющей все категории потребителей широчайшей линейкой металлопроката и сервисным обслуживанием. На самом деле мы к этому шли 26 лет. 26 лет мы мечтали на этой площадке построить хороший, красивый, современный комплекс. И вот на сегодня данная мечта сбылась. «Юнона-2» – это уникальный складской комплекс, расположенный в центре города Чебоксары с великолепной транспортной логистикой, железнодорожными и автомобильными путями. Общая площадь комплекса – 20 тысяч квадратных метров. Появление сервисного центра дало городу дополнительные рабочие места. Налоги в городской бюджет – прекрасный архитектурный вид района и города. Символично то, что компания сегодня открывает или делает свою презентацию в той знаменательной дате, в день в космонавтике, когда Юрий Алексеевич Гагарин взлетел в космос и сказал «поехали». Я тоже хочу Александру Яковлевичу пожелать здоровья, успехов и сказать «вперед, поехали». Компания «Юнона-2» способна принимать и отгружать 11 тысяч тонн металлопродукции в месяц. На сегодняшний день на складах «Юноны-2» 7 тысяч тонн металлопроката. Кульминацией открытия сервисного центра стал торжественный въезд состава с металлопрокатом и разбиванием об вагон бутылки шампанским. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова